Хорошо. Руки вперёд, вытяните. Вот так вот. Подержим. С пациентами после инсульта заведующий неврологическим отделением Брестской городской больницы скорой помощи Александр Борисевич имеет дело ежедневно. И о коварной болезни знает всё и даже больше. О таких, как он, говорят, врач от Бога. Настоящий профессионал, каких мало. На этот раз динамикой состояния он доволен. Конечно, в больнице сделали всё возможное, чтобы вернуть пациенту здоровье. Но большая заслуга в этом, по словам доктора, и самого мужчины. Получилось всё так неплохо, потому что человек, в принципе, вёл правильный образ жизни, никогда не употреблял алкоголем, не курил. Значит, он контролировал давление, принимал таблеточки, которые разжижают кровь. И самое главное, что он вовремя вызвал скорую помощь. Скорая помощь оперативно среагировала, доставила к нам. Молодцы, да, молодцы. Очень быстро всё, молодцы, спасибо им. Здоровье Александра Шугая никогда не подводило. Служил на флоте, работал на заводе, делал зарядку и не имел вредных привычек. Никогда не был на больничном. Что же привело на больничную койку? Заболел ковидом, и меня положили в больницу. Я пролежал 12 дней, нормально, всё выписали, всё вроде бы нормально. Приехал домой, неделю дома побыл, и буквально случилось, что не могу поднять рукой ничего и не могу разговаривать нормально. Вызвали скорую, меня сюда привезли. Сразу на второй день и на третий я почувствовал, что разговаривать начинаю нормально. Ещё чуть-чуть есть немножко, и уже ложку начал держать, я не мог ложку держать. Всё, всё остальное нормально. И врачам большое спасибо, очень внимательные. Прививку делали от ковида? Нет, вот плохо, что не сделал, надо было сделать. Да, этот случай обусловлен коронавирусной инфекцией. Но этот вирус был с нами не всегда, а инсульты имеют большую историю. И, как правило, недуг этот не наступает внезапно. Ему предшествует ряд изменений, которые нельзя игнорировать. Мы можем говорить про транзиторную ишемическую атаку. То есть это такой прединсульт, можно сказать. Это острое нарушение мозгового коробращения, которое проходит в течение 24 часов. Вот, как правило, у пожилых людей инсульту пришествуют эти транзиторные ишемические атаки. То есть они жалуются, что были уже какие-то периоды, либо факты, а не менее конечностей, либо какие-то моменты, что головокружение на фоне высокого давления, нарушение координации движений, либо нарушение памяти на какие-то события, которые человек не помнит. То есть всё это можно говорить, как такие вот предикторы, предшественники такого серьёзного инсульта. Если заметить эти изменения и своевременно оказать помощь, последствия для здоровья будут минимальны. Если же острое состояние наступило, то инсульт можно распознать по характерным признакам. Есть такой тест, называется фаст-тест. Вот мы ему, этот тест используют врачи, фельдшера скорой помощи, когда пациент звонит им и спрашивают, речь нарушена, рука слабая, лицо, рука, речь, время. Это фаст-тест. То есть нарушена речь, перекосило, образно говоря, лицо, какая-то асимметрия в лице возникла, и, допустим, стала слабая рука, либо нога, вот такие вот моменты. А если инсульт уже случился, особое внимание следует уделить реабилитации, которая начинается практически с реанимационной койки. Реабилитация должна начинаться, даже если пациент находится в тяжёлом состоянии, ещё с реанимационной койки. То есть это как можно более ранняя вертикализация, если это возможно, если нет, естественно, противопознание для этого, вертикализация пациента. Это занятие с логопедом, занятие с психотерапевтом. И я вам хочу сказать, что это очень важно. Почему? Потому что инфаркт мозга, да любое астронарушение мозгового коробращения, как бы ни было, это большой стресс для человека. Почему? Потому что человек, вот он вчера ходил, или сегодня утром ходил, или вчера вечером ходил, он разговаривал, вёл нормальный образ жизни, да, и тут происходит такая ситуация, что человек, ну, образно говоря, не может себя обслуживать. Это, конечно, да. И для них особенно, я хочу сказать, что очень это заметно для мужчин. Вот мужчины просто, вот они, ну, на самом деле лежат на постели, плачут. Да, и им очень нужна, вот это очень важна помощь, очень такого адекватного, грамотного психотерапевта, логопеда и инструктора ЛФК. Понятно, что все ситуации нельзя предусмотреть, однако простая истина актуальна в любое время. Только мы сами отвечаем за своё здоровье. Не стоит этим пренебрегать, ведь другого шанса может и не быть.